МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Проект «Большой Саров». В нашем городе создали 6 молодежных научных лабораторий. Блокадный хлеб. В Клубе здоровья провели акцию ко дню снятия блокады Ленинграда. Цифровой детокс. В последнее воскресенье января мировое сообщество отмечает День без интернета. Далее расскажем обо всем подробно. В Госдуме подготовят поправки для решения проблемы с бездомными животными. Совет Госдумы поручил подготовить изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Поправки, по его словам, будут подготовлены в течение февраля. Совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами депутаты собираются провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства. Речь идет о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, уточнил спикер. А также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов. Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства. В завершении встречи министр науки и высшего образования Валерий Фольков рассказал о создании молодежных научных лабораторий в рамках реализации проекта «Большой Саров». Подробности далее. С 2018 года министерство реализует проект по созданию новых молодежных научных лабораторий. В России в постсоветский период сформировался падающий тренд численности занятых в исследованиях и разработках, поэтому усилия, которые в последнее время последовательно предпринимаются в этой области, направлены прежде всего на привлечение молодежи в науку. За прошедший период с момента реализации национального проекта эта инициатива разворачивалась условно в три этапа. И каждый из этих этапов имел свой фокус, но при этом неизменным всегда оставались базовые требования. Во-первых, тематика лабораторий всегда соответствует приоритетам стратегии научно-технологического развития. В нее привлекаются молодые сотрудники. Лаборатория не менее 10 человек, из них две трети – это сотрудники до 39 лет. В начале 2018 и 2019 акцент ставили на создание лабораторий в ведущих академических институтах. Позднее, в 2020 году, молодежные лаборатории появились в университетах. Еще через год приступили к третьему этапу реализации нацпроекта. Здесь уже в фокусе этого этапа была поддержка технологических программ научно-образовательных центров мирового уровня. По вашему поручению, уважаемый Владимир Владимирович, мы создали 15 таких научно-образовательных центров, так называемых НОЦов, и хотели их на старте поддержать. Поэтому придумали такую возможность запустить программу создания лабораторий, комплементарных созданию научно-образовательных центров. Лаборатории создавались в развитии выбранных регионами технологических проектов, обеспечивающих трансформацию их региональных экономик. Это принципиальный момент. Регионы инициировали научные исследования, исходя из практической ценности для себя. В рамках проекта «Большой Саров» с конца прошлого года приступили к реализации программы Национального центра математики и физики, рассказал министр. На территории институтов города уже созданы шесть новых молодежных лабораторий, которые ведут фундаментальные исследования в областях, необходимых для развития технологического потенциала Сарова. Таким образом, в три этапа на сегодняшний день было создано 500 новых молодежных научных лабораторий, из них в научных организациях 344, в наших университетах 156. С момента организации первых лабораторий уже прошло три года, и в этом году мы планируем самым внимательным образом провести оценку полученных результатов. Но уже первый обзор показывает, что новые лаборатории превосходят средний уровень научной продуктивности в структурных подразделениях в организации, где они созданы, по таким параметрам, как объем привлеченных средств, как от бизнеса, так и собственных специальных фондов, я имею в виду Гранд РНФ, ну и, конечно, по количеству и качеству публикаций. Завершая встречу, президент России заметил, что научные публикации, безусловно, важны, но далеко не единственный критерий оценки результатов научной работы. В будущем важно подобрать дополнительные инструменты оценки. Социальные пособия вырастут с 1 февраля на 8,4%. Правительство РФ проиндексировало федеральные выплаты. Речь в том числе идет о выплатах, которые получат инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Вконтакте и госуслуги включили в перечень социально значимых ресурсов. Абоненты будут иметь доступ к ним даже при отрицательном балансе домашнего интернета или мобильной связи. Посетить оба портала можно будет как в браузере смартфона или компьютера, так и в официальном приложении. Эту инициативу разрабатывают в рамках президентского проекта «Доступный интернет». Вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет стартует в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. В регион прибыла первая вакцина «Спутник М-2160-доз». Препарат поступит в детские поликлиники по всей области. В настоящее время организованы пункты вакцинации «Спутником М-М». Закуплено медицинское оборудование и подготовлены прививочные бригады, подчеркнул глава региона. Глава города Алексей Сафонов провел плановое заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции 27 января. Сейчас управление ФМБА номер 50 вышло на рекордные за все время пандемии темпы тестирования. По словам представителей учреждения Натальи Фениной, столько тестов в городе не делали никогда. Как и ранее, тяжесть протекания заболевания напрямую зависит от того, вакцинирован гражданин или нет. Невакцинированные гораздо чаще болеют в тяжелых формах. Также медики отмечают, что все чаще заболевания фиксируют среди детей. Департамент образования, в свою очередь, сообщает, что при обнаружении хотя бы одного случая заболевания COVID-19 в классе, весь класс незамедлительно выводится на дистанционное обучение. Начальник МВД Андрей Чернышев сообщил, что среди граждан фиксируют попытки убегать или с силой протестовать требованием сотрудников полиции надеть маски в общественных местах. Андрей Анатольевич подчеркнул, что это крайне неразумно и для нескольких людей уже закончилось арестом. Кроме того, в рамках соглашения по обмену информации, сведения обо всех лицах, задержанных без масок в общественных местах, будут передаваться на место работы. Традиционный штаб призывает царовчан максимально ограничить выезды за пределы города и внимательно относиться к соблюдению санитарных норм. 27 января в Центре внешкольной работы состоялась молодежная патриотическая акция «Блокадный хлеб». Она призвана напомнить об одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны. О мужестве и стойкости жителей города, переживших беспрецедентную блокаду. Подробности далее. 18 января 1943 года прорвана блокада Ленинграда. Полностью ее сняли лишь год спустя. Но первый и важный шаг на пути освобождения города был сделан. К началу блокады в Ленинграде имелись лишь недостаточные по объему запасы продовольствия и топлива. Январь и начало февраля 1942 года стали самыми страшными и критическими месяцами блокады. Об этом и многом другом рассказали воспитанники и педагоги Центра внешкольной работы ребятам нашего города. В клубе здоровья прошла всероссийская акция «Блокадный хлеб». Акция здесь проводится не первый год. Она у нас находится в календаре. И ежегодно мы проводим ее в рамках освещенной освобождения Ленинграда от блокады. Потому что множество таких памятных дат существует в истории нашей страны, которые нужно отмечать постоянно и повсеместно. Ибо это сохранение исторической памяти, что сейчас наиболее необходимо. На акции ребятам рассказали историю блокадного Ленинграда, показали мальчишкам и девчонкам форму красноармейцев, а также продемонстрировали автоматы. Но основной упор сделали на блокадный хлеб. Мы подготовили, даже нарезали эти два куска, один 125 грамм и другой 250 грамм. И показали детям, что именно вот эти маленькие кусочки – это все, что было на один. Все, что было на один. Вот я видел их глазенки, они смотрели так, вытрущив глаза. В общем-то, было удивление некоторое. После того, как ребятам рассказали историю о блокадном Ленинграде, их пригласили на кинопросмотр, где дети блокадного Ленинграда рассказывали свои истории жизни в годы войны. Я сегодня узнал, что про страну узнал, про прошлое своей страны. Это мы живем сейчас хорошо, а там они от холода голода умирали, старались их там вручали, все друг другу помогали, все даже толком не успели пожить. Я узнал, что давали рабочим 250, а не рабочим 125 грамм хлеба. То, что блокаду Ленинграда нельзя было прорвать. К моменту прорыва блокады в городе оставалось не более 800 тысяч человек гражданского населения. 27 января 1944 года блокада была полностью снята. За эти годы погибло, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов. Остальные 97% умерли от голода. Это лишь малая часть той огромной цены, которую заплатили наши предки за великую победу. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Ежегодно в последнее воскресенье января мировое сообщество отмечает День без интернета. Главная цель праздника – полностью отвлечь людей от компьютера и глобальной сети хотя бы на 24 часа. Без интернета в наше время никуда. Он – неотъемлемая часть нашей жизни. Интернет есть в телефоне, планшете, компьютере. Там мы общаемся, узнаем много нового и интересного. Читаем книги, покупаем товары. Сейчас очень сложно представить, что интернета когда-то не было. В последнее воскресенье января отмечают Всемирный день без интернета. Идея отказаться от интернета начала стремительно набирать популярность во всем мире с начала 21 века. Ее приверженцами стали активные пользователи, которые не выступали непосредственно против глобальной сети, но пропагандировали отказ на один день от виртуального общения в пользу традиционных форм досуга. Понятно, что интернет, как средство коммуникации, уже давно стал частью жизни человечества. Однако у некоторых людей, в том числе детей, это пристрастие превратилось в настоящую манию и зависимость. А для ребенка до трех лет у него вообще развитие такое, что он сначала должен получить, развить в себе крупную моторику, то есть движение и всю информацию получать от тела. И если он пропустит этот этап, то впоследствии у него уже развитие будет, я не скажу, что с задержкой, но с проблемами. Сейчас же мы сидим в интернете круглыми сутками и смотрим в телефон в магазине, не отрывая глаз от гаджета, переходим дорогу и даже ложимся с ним спать. Так как же избавиться от такой зависимости? Во-первых, надо задаться целью, что я буду делать что-то другое. А что именно буду делать, вот это надо ответить сначала на этот вопрос. Что я буду делать вместо телефона? Чем я себя займу? И это должно быть, ну, тоже ценностью и интересностью примерно такой же, как и телефон. В 2010 году интернетом в России пользовались 43 миллиона человек. В 2015 – 78 миллионов человек. В 2017 – 87 миллионов. К середине 2018 года более 90 миллионов человек. В 2021 году интернетом пользовались более 4 миллиардов человек во всем мире. Такой прирост неизбежно ведет к увеличению численности интернет-зависимых. ВОЗ уже признала интернет-зависимость болезнью. Композиции в смешанной технике бисероплетения и вышивки крестиком, а также триптих и шерстяных ниток. Для всех ценителей рукоделия библиотека имени Маяковского подготовила выставку «Бисерная палитра». Подробности расскажем в следующем репортаже. Работа с бисером – древнейший вид рукоделия, который зародился тысячу лет назад. Сейчас тонким и искусным мастерством бисероплетения занимаются как профессионалы, так и многие любители прекрасного. Создание композиции из бисера требует предельной аккуратности, внимательности и хорошего художественного вкуса. Для всех ценителей этого вида искусства библиотека имени Маяковского подготовила выставку «Бисерная палитра». В наше время работа с бисером увлекает не только дизайнеров, но и простых любителей творить чудеса своими руками, к которым, несомненно, и относится Эмма Николаевна Басова, автора работ, которые представлены на нашей выставке «Бисерная палитра». Давно стало модным вышивать бисером целые картины с изображением мифологических сюжетов, пейзажей, сцен романтических свиданий, цветов и прочее, что вы можете увидеть на нашей выставке. Эмма Басова всю жизнь проработала техником-технологом на заводе «Авангард». А с выходом на заслуженный отдых женщина смогла посвятить больше времени любимому хобби – работе с бисером. Эмма Басова занимается разными стилями вышивки. На выставке можно увидеть композиции в смешанной технике бисероплетения и вышивки крестиком, а также триптих из шерстяных ниток. На выставке еще представлены работы, выполненные по мотивам картин известных художников, таких как Михаил Врубель, Альфонс Муха, Франсиско Коя, ну и других. Мы приглашаем наших горожан посетить эту выставку в библиотеке имени Маяковского в зале искусства в часы работы библиотеки. Выставка «Бисерная палитра» в библиотеке имени Маяковского продлится до конца февраля. Вход свободный. Мероприятие без возрастных ограничений. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok